Главная новость прошедшей недели заключается в том, что чемпионат России по ловле карпа в 2021 году пройдет в России. Поздравляем всех болельщиков с этой замечательной новостью. Действительно большое событие. К нам приедут мировые звезды карповой ловли и у россиян будет возможность воочию посмотреть, как работают лучшие двойки мира в секторе, поболеть за нашу сборную. Это действительно большой праздник. Мы искренне поздравляем всех с этим событием и тоже со своей стороны будем следить за тем, как идет подготовка к чемпионату миру, ну и за тем, как будет проходить само событие в 2021 году. Прежде чем перейти к следующей новости, мы хотим поблагодарить всех наших подписчиков, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто подписан на наш канал. Это очень сильно помогает нам в продвижении нашего канала, он все больше выходит в тренды. Поэтому всем вам большое спасибо. Если вы еще не подписаны, то сделайте это прямо сейчас. Это не только интересно, но бывает еще и полезно, так как в наших выпусках и наших роликах мы часто проводим различные розыгрыши. И именно это мы сделаем в конце, так как пришли интересные новинки от компании Fun Fishing и от компании Sissimur. Мы о них расскажем чуть позже и проведем небольшой розыгрыш, где подписчики смогут выиграть классные продукты для нового сезона. Так как мы начали с новостей спорта, мы не можем пройти мимо одного знакового события для российского карпфишинга, которое касалось одного из самых престижных турниров, который называется World Carp Classic. Это мероприятие действительно одно из самых главных событий в мире карпового спорта. Оно собирает очень много команд. Только в этом году мероприятие собрало 106 команд. Это действительно выдающийся результат. А в 2020 году подано уже в 4 раза больше заявок. Выдаем просто фактически не может разместить такое количество участников. Поэтому действительно очень крутое событие. И я от себя что могу сказать? Я когда ездил в этом году на рыбалку в Таиланд и в принципе в прошлых годах, там общался с гидами. Эти гиды они из Англии, из Франции. Был один раз гид, по-моему, даже из Испании. Я всегда с ними разговаривал на тему спорта, говорил, что я участвую в соревнованиях и показывал им наши чемпионаты мира, чемпионаты России. Так вот, вот эти люди, они фактически не знают, что такое чемпионат мира, что даже и женский чемпионат мира. Но когда им говоришь слово World Car Classic, начинаешь с ними говорить на одном языке. Они действительно знают именно этот турнир. И европейская его часть ловли в World Car Classic, это действительно очень крутое событие, на которое стремятся попасть многие спортсмены. Причем в странах есть определенные отборы на то, чтобы попасть на это мероприятие. Есть определенные квоты для каждых стран. Поэтому крутое событие. А главная новость заключается в том, что двойка из России в составе Алексея Третьякова и Евгения Киселева заняли первое место на этом мероприятии. Первое место среди 106 команд удалось взять парням. Мы их уже поздравили лично и призываем вас также поздравить парней. Стоит сказать, что в ближайшее время на портале Carp Today выйдет обширное интервью с ребятами, где они рассказали в подробностях, как проходило то событие, как они вообще к нему готовились. И это будет очень круто, интересно. Я уже почитал действительно на одном дыхании. Редактор уже готовит с фотографиями. Все будет очень красиво. Поэтому, если вы еще никогда не были на нашем портале, обязательно на него заходите. Ссылка будет в описании. Это правда очень крутое событие для российского карпфишинга. Такая победа на таком знаковом и престижном турнире. Это очень круто. На мой взгляд, мероприятие World Car Classic недостаточно хорошо освещается в наших новостных лентах. И этому стоит уделять больше внимания. Я уверен, что новостей после этой победы будет появляться все больше. И мы с своей стороны тоже будем прилагать усилия, чтобы освещать это мероприятие со всех сторон. Но пока мы не перешли к следующей новости, хочется рассказать немножечко о новинках. Передо мной два известнейших бренда в мире. Это компания Funfishing и компания Sissimur. Буквально на днях в магазин Carp Shop пришла поставка питания от компании Sissimur. И среди полюбившимся уже многим продуктом пришли также некоторые новинки. И одна из них у меня находится сейчас в руках. Это ликвид Chili Ham. Этот ликвид представляет из себя смесь вареной конопли с добавлением красного перца чили. То есть в процессе варки при высокой температуре добавляется перец, он полностью проникает в каждые зерна и получается вот такой крутой ликвид. Его можно использовать абсолютно в разных назначениях. Можно добавлять в прикормку, можно добавлять в стики, можно макать стики в него, так как он очень хорошо дружит с ПВА материалами. Но для себя мы, наверное, отметили, что мы его попробуем, наверное, использовать в Zikrigi, потому что действительно очень такая густая смесь, очень мелко дробленая конопля. И так как, ну, по нашей практике, например, остренько очень хорошо всегда работает в Zikrigi, как-то провоцирует, может быть, рыбу на подход в наше мутное облако, мы попробуем добавлять этот ликвид в прикормку. Следующая новость пришла из Англии, действительно неординарный случай, где карпядники фактически спасли одну женщину от погибели. А как это произошло, мы сейчас вам зачитаем. Тренер по ловле карпа Майк Солсбери рыбачил в парке Newcastle налеку от дома. Он частенько приезжает на этот водоем, потому что здесь его учил дядя карпфишингу. Он ловил с другом 48 часов. Вполне неплохо, они поймали несколько уже хороших рыб до 10 килограмм, но основные приключения начались на следующий день, точнее ночь, когда четверо молодых людей, находившихся недалеко, явно на веселе заинтересовались карпядниками. На их глазах произошла поимка 13-килограммовой рыбы, что их сильно взволновало. Они были пёсрой командой, если не сказать больше. Один из них был очень сильно похож на одного бойца Конора Макгрегора, а другой на футболиста Джона Колбега. Говорит Майк. Всё было хорошо, но вскоре ребята решили пойти поплавать. Как бы рыболовы их не отговаривали, но они устроили заплыв и перепутали напрочь все лески. Но на этим приключения не закончились. Вдалеке вдруг Майк увидел странную женщину. Она была одета в больничный халат и компрессионные носки. Очевидцы предположили, что она случайно вышла из больницы для душевных больных, которая находилась недалеко через дорогу. Она гуляла около часа вдоль берега, как вдруг она уверенным шагом направилась к озеру. Один из мужчин пытался её остановить, но она, что есть мощь, рванула к воде и начала плыть к острову, который находился в середине водоёма. Рыболовы моментально побежали за лодкой, кто-то вызвал полицию. Прошла пара минут, и уже было понятно, что женщине явно не хватает сил, чтобы доплыть до острова. В тот момент, когда Майк с другом догнали её на лодке, она уже была практически без сознания. Друзья аккуратно перетащили её через борт лодки и вернулись на берег к только что подоспешим машинам полиции и скорой помощи. Вот такой вот поступок от наших братьев-карпятиков. Действительно настоящий мужской поступок. Ребята, большие молодцы. Если у вас были такие экстремальные ситуации на рыбалках, пишите об этом в комментариях. Я думаю, тоже будет много интересного узнать, что происходит у нас в стране. Следующая новость действительно очень интересная. Мы пролистывали ленты наших соцсетей и наткнулись на одно из сообщений в группе Dynamite Bates. Дело в том, что произошёл очень интересный случай. Немецкий карпятник Алекс поймал рыбу около 23 килограмм. Действительно очень красивая рыба. Но когда он её увидел, увидел рисунок на чешуе этого карпа, у него закрались определённые подозрения. Он подумал, что эту рыбу он видел где-то ранее. И действительно он нашёл фотографию 2013 года, где этот карп был очень маленький. У него был очень похожий рисунок на Баку. Да, со временем карп вырос, рисунок растянулся, но определённые сходства есть. И соцсети фактически взорвались, потому что мнения разделились. Одни люди пишут, что да, это действительно тот же самый карп. Другие люди пишут о том, что за такое время, с 2013 года по 2019, фактически за 5 лет, рыба не может набрать такой большой вес. И что всё это фотошоп. И на Аликса тоже в этом плане набросились. Посмотрите внимательно на две эти фотографии. Напишите в комментариях, что думаете вы. Помните, как в своё время было такое мем, который ходил по всему интернету. Он касался платья, где одни люди видели это платье в бело-бежевых тонах, а другие в сине-чёрных. И тогда мнение всего человечества, по-моему, тоже разделилось на два лагеря. Одни чётко видели платье в бежевых тонах, другие в синих тонах. И у нас тоже, кстати, это мнение разделилось. Я вот чётко вижу вот это вот платье в бело-бежевом тоне, а Эдик 100% видит его в чёрно-синем. Очень интересно, поэтому напишите в комментариях, первое, какое вы видите, какого цвета вы видите это платье. Будет тоже интересно собрать статистику. И второе, верите ли вы, что эти два карпа – это один и тот же карп. Ну и как мы и обещали, в конце этого новостного блога мы проведём небольшой розыгрыш. Но прежде чем это сделать, хочется рассказать о новинках, которые презентовала компания Funfishing. Это поп-апы новой серии, которые называются B-Color. Что здесь интересного и примечательного? Ну и за название уже следует то, что это поп-апы, которые состоят из двух цветов. Но помимо этого, ещё интересный момент заключается в том, что в состав входят поп-апы в баночке двух диаметров – 15-12 мм. Это очень удобно с точки зрения того, что вы можете использовать эти насадки в разных назначениях. Делать двусуставные насадки с использованием маленького поп-апа, или ловить на один большой поп-ап, или на маленький поп-ап. Очень много различных вариантов. Здесь пять рецептов. Первый рецепт – это такой вот Robin Red, многими любимый. Идём дальше. И интересное сочетание краб-туна. Действительно очень рыбный такой резкий аромат. Обратите внимание, что здесь тоже два диаметра – вот такой 15 мм и 12 мм. И, кстати, здесь интересный момент в том, что ещё заключается, что здесь нет сильного контраста по смене цвета. Здесь он такой плавный, переходящий из оранжевого в красный, как и вот здесь, из такого розового в бледный розовый. Далее идём, смотрим. Это Pineapple и Cranberry. Это у нас ананас и клюква. Здесь уже переход более такой резкий. И, не знаю, мне кажется, вот эти поп-апы должны вообще-то отлично работать, потому что, на мой взгляд, это два самых распространённых цвета – оранжевый и жёлтый. Я думаю, мы попробуем тоже в своём арсенале. Вот такой вот интересный очень цвет, редкий. Но, кстати, по нашей практике мы немного ловили на вот такие синие и фиолетовые цвета. Но я знаю карпятников, которые действительно очень часто используют такой цвет. Как-то он хорошо провоцирует рыбу. Не знаю, напишите в комментариях, сталкивались вы с такими поп-апами. И если вы ловили на них, то какие у вас были успехи. Ну и последнее – это Manga & Bittrick. Такие бело-оранжевые бойлы, кремового такого цвета. Очень нежные и очень тонкие ароматы, которые действительно, ну, на меня действительно производят впечатление. Из этих пяти баночек мы сейчас выберем две, на которые, на наш взгляд, на эти поп-апы вы точно поймаете рыбу. И пусть это будет вот такой вот рецепт Краб Туна. Действительно, очень яркий, красный, такой насыщенный цвет. И с очень интересным ароматом. И это Pineapple & Cranberry. Ананас и клюква. Мне вот это сочетание цветов очень нравится. Действительно, вот оранжевый и жёлтый. Я уверен, он будет работать просто отлично. Чтобы это сделать и выиграть эти замечательные поп-апы, нужно выполнить очень простые условия нашего конкурса. Первое. Быть подписчиком этого канала. Второе. Поставить лайк этому видео. Третье. Написать в комментариях к этому видео любой пост на любую тему из этого новостного блога. Ну и четвёртое условие. Это сделать репост в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке на ваше усмотрение. С вами была команда CarpToday. Надеемся, эти новости вам пришлись по вкусу. Обязательно, кстати, присылайте нам свои новости через нашу рубрику на портале, которая называется CarpNews. Ссылку мы на неё оставим в описании. Также мы оставим ссылки на эти поп-апы, на этот ликвид и вообще на крутые товары, которые можно купить в магазине CarpShop, который является главным спонсором наших новостей. Всем привет! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!